В течение этих суток сотрудники госавтоинспекции Гомельской области проводят массированную отработку автомобильной дороги М-10 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин. Наряды ДПС выставлены в местах, имеющих повышенную вероятность ДТП. Сотрудники госавтоинспекции используют гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением требований ПДД всеми участниками дорожного движения. Между тем, в госавтоинспекции региона проанализировали проведенную отработку трассы М-8, граница Российской Федерации, Витебск, Гомель, граница Украины. Особое внимание обращалось на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, таких как превышение скоростных режимов, выявление нетрезвых водителей, а также водителей, управляющих транспортными средствами, не имеющих права управления. Сотрудниками госавтоинспекции Гомельской области было выявлено 144 нарушения правил дорожного движения. Из них 102 нарушения правил дорожного движения, превышение скоростных режимов. Один водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и семь водителей привлечено к административной ответственности за управление транспортным средством, не имеющие права управления. За прошедшие сутки на дорогах региона в целом сотрудники ГАИ выявили 653 нарушения правил дорожного движения. Семь водителей и 12 пешеходов находились в состоянии алкогольного опьянения. 24 водителя сели за руль, не имея права управления, 181 автомобилист нарушил скоростной режим. За прошедшие сутки на территории Гомельской области сотрудниками госавтоинспекции было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых никто не пострадал. Хотели отметить спортивную победу, а попали под статью. По факту хулиганства подростков в Жлобине возбуждено уголовное дело. Санкции статьи, которая вменяется несовершеннолетним, предусматривает максимальное наказание – лишение свободы от года до шести лет. Жители Жлобина отмечали победу на соревнованиях в местном парке отдыха. Решили продемонстрировать хорошую физподготовку, вырывая деревянные скамьи с чугунными основаниями из земли. Итог хулиганских действий – повреждены чугунные урны, скамьи. Одну из них пришлось доставать из близлежащего водоема. В Гомеле в суде Центрального района рассмотрели уголовное дело о применении принудительных мер безопасности и лечения для 22-летнего парня. Гомельчанин был фигурантом уголовного дела по статье 328 «Незаконное приобретение и хранение наркотика». Но у парня были не только проблемы с законом. Увлечение марихуаной стоило ему и психического здоровья. В суде эксперт подтвердил, что обвиняемый болен. Постановлением суда в соответствии с пунктом 2 статьи 101 Уголовного кодекса назначены принудительные меры безопасности лечения в виде лечения в психиатрической стационаре с обычным наблюдением. Производство по уголовному делу приостановлено в отношении Гомельчанина до его выздоровления, после применения к нему принудительных мер безопасности и лечения. В настоящий момент постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Гомельский областной суд в апелляционном порядке. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.